Не всегда люди хотят к нам в этой позиции прижиматься. Иногда они наоборот отдаляются от нас и готовятся по керегам. Здесь мы будем делать еще один цикл. Я все время контролирую его руки. Потому что если я отпущу захваты, он возьмет антепу здесь, возьмет меня под голову, у меня будут проблемы. Я контролирую руки, вставляю костяшки, не дарю ему схватиться за меня. Он выпрямляется, я также контролирую его руки. Здесь я должен поймать момент, когда он только-только упрямляется. Это момент максимального извинения. То есть если я дам ему здесь сесть, опустить вес, мне будет тяжело. Лучший момент, когда он только-только поднялся. Вот в этот момент, когда он еще не поднялся до конца, он наиболее вывезет. Что я делаю? Вот моя позиция. Свою стопу я опускаю себе на пятна. Я поднимаю оба своих колена, отрываю таз от земли. Мой упор это голова и плечи. Я поворачиваю свои колени в другую сторону. Мы были здесь. Он начинает вытримляться. Я сразу же веду свою стопу на пятку. Опираюсь на плечи, поднимаю таз, сжимаю колено. И сильно поворачиваю колени в другую сторону. И в руки я контролирую. Он упал. Я встаю за ним. Я могу пойти на низ слайс. Особо удачливые смогут пойти прямо в ногу. Он выпрямляется, я контролирую. Я здесь. Могу пойти сюда. Могу пойти на низ слайс. Очень важно сильно сжимать колени. Опускаю стопу на пятку. Ноги, стопы вместе. Колени очень сильно сжаты. Таз поднят вверх. И я поворачиваю свои колени. Они очень сильно сжаты. И мне легко упорнеть. Если мои колени не будут сжаты, я не смогу его уронить. Как только я их сильно сжимаю, я легко уроняю его таз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!